Здесь Стародумово, что на месте? Чьем предприятие Стародумово? Это собрание начали в лучших советских традициях, с переклички, а в зале раздали форму для вопросов губернатору. Людмила Яковлевна спросила, доколе асфальт будет дырявым. И когда обратят внимание на дороги, опять же улица Вокзальная, Вузовская, Зинково и ряд других, при вокзальном поселке. Однако быстро выяснилось, что вопросы есть и у самого Назарова, как собственника жилья. Я подъезжаю к жилому дому, где управляющая компания, и вот дворник убирает только до асфальта, асфальт перед домом. Бумажка лежит чуть-чуть дальше, он говорит, отнимай я. Я говорю, а что вы не убрали? Он говорит, отнимай я территорию, это не наша управляющая компания, это уже городская территория. Пять сантиметров. Ну, понимаем, что да, не твоя территория. Ну, должно же быть какое-то внутреннее убеждение чистоты во дворе. Губернатор сказал, что амичи сами закидали себя мусором, наращивая несанкционированные свалки. А посыл в адрес управляющих компаний в зале приняли. Как контролирует жилищная инспекция, выданные ей подписания в адрес управляющих компаний? На контроле это у заместителя начальника инспекции или руководителя отдела. Однако одно предписание ситуацию не меняет, продолжила Ольга Анатольевна. Коммунальщики платят скромные штрафы и продолжают нарушать. Увидев в ней борца за права собственников, губернатор сделал женщине предложение. Возглавите этот общественный совет при жилищной инспекции. И со стороны общественности контролируйте все решения. После встречи героиня вечера долго отказывалась от первого интервью в новом качестве, но потом жаркая тема сделала свое дело. Как заканчивается отопительный сезон, у нас резко падает температура горячей воды. То есть 50 градусов для нас это счастье. Контроля за выданными ГЖИ предписаниями управляющей компании нет. Не знаю, как наше сотрудничество будет. Не знаю. Единственное, хочу сказать, что Виктор Иванович сюрприз приготовил в моем лице. Больше сюрпризов не было. В зале задавали в основном частные вопросы. А единственным общим и волнующим всех оказался проначисление ОДН. У нас в объезде две лампочки и один домофон. По квитанции мне приходит счет, где ОДН больше, чем поглощенные энергии в партии. Эта система уже длится не один слов. Однако даже председатель РЭК не знает, как систему сделать логичной. Вы действительно, я такой же платильщик ОДН, как и вы. Плачу по 300-400 рублей и тоже удивляюсь этих счетов. Такая же ситуация и с ОДН на горячую воду. Я посчитала, больше 200 кубов кипятка. Как? Как можно? В бассейне у нас нет кто-нибудь. Но и тут ответа не нашлось. Встреча оставила еще много вопросов. Не исключено, некоторые в итоге попадут в прямую линию с Владимиром Путиным. Даже Ольга Ивановна хочет спросить президента и предложить конкуренцию среди коммунальщиков, чтобы в каждом округе, помимо частных, работали еще и муниципальные управляющие компании. Евгений Нефанов, Даниил Паршин, Антенна-7.